Мы не будем касаться в этом ролике переворотов. Просто перевороты на самом деле у нас только заранее запланированные случались в бассейне. На акватории различных таких проблем не было, хотя конечно там условия бывали иногда не очень приятные и неожиданные, но тем не менее лодка себя вела прогнозируемая и очень хорошо, что мы сами для себя вот увидели насколько хорошо эта лодка себя держит в кренах. То есть то, что она до последнего момента условно говоря находясь уже на борту продолжает оставаться управляемой. И когда я маленького ребенка самую свою младшую дочку просил водки в бассейне встать, она абсолютно спокойно встала, еще немного пританцовывая, потом села и продолжила грести. То есть вот этим летом, да, там уже когда будет потеплее, мы попробуем сами это сделать, чтобы не дошли до этого почему-то в прошлом сезоне, но попробуем. Но ребенку это удалось абсолютно спокойно сделать. Лодку мы эксплуатировали, значит начали эксплуатировать с двадцатого года, с лодки точнее, да, соответственно все что было там по нареканиям, это единственная камера в одной лодке производственный брак, который был заклеен, все это было показано в более ранних роликах. Можно уже говорить о том, что это начало ресурсных испытаний этой лодки, да, я в принципе отслеживаю то, что появляется в сети, какие там проблемы у кого возникают. Лодка надувная, да, лодка имеет поверхность ПВХ, соответственно ее можно, как любую лодку там каркасную или гибрида, или другую надувную, тоже можно ее порвать, потому что мосты, арматуры, всякий мусор встречается, да, непонятные трубы иногда лежат и так далее, вот, плюс те, кто входит там на Красном море, у них проблемы, там, кораллы или, значит, острые камни где-то, то есть это тоже все несет угрозу, хотя снизу лодка имеет защиту, вот, судя по нашей пока эксплуатации, мы активно, мы на море не еще не выходили, пока я не вижу никакой необходимости в дополнительном усилении этих лодок, вот, как бы я показывали мы в прошлый раз условия летней эксплуатации, да, в основном, но, к нашему сожалению, лета проходит, наступает осень, и вот осенью у нас, как бы, началась история уже лодок этих эксплуатации совместно с тележными, вот, в этом ролике это будет, в том числе, продемонстрировано, как они это делают. Нормально? Радиусы, учитывай, что она длинная. Да, там мне гораздо больше нравится. Тоже? Мне гораздо больше нравится. Это привычевая, правда? Да. вообще говоря ресурс лодок да нужно учитывать в том числе и гарантию производителя у decathlon разбивка по гарантиям достаточно значительная есть товары на которых 2 есть там 5 гарантии даже 10 лет а вот в принципе по моим обращением по другим как бы там продуктам да и в том числе кстати по лодкам они как бы соблюдают эту гарантию но любая из этих гарантий для российских реалий даже вот два года это достаточно много я кстати вот не знаю если на российские лодки двухлетняя гарантия тем более вот с такой поддержкой потому что я уже как-то говорил о том что встречал в сети купили лодку надувную какую-то она спускает у товарища покупателя течение там ночи и производителя ему вполне себе серьезно отвечает что никаких проблем просто подкачайте ее с утра пусть она не держит вот здесь ничего такого даже близко по качеству нету и все совершенно нового уровня вот значит еще раз приобретены двадцатом году дан но перед покупкой я конечно смотрел очень внимательно вот вообще на эту технологию drop stitch изучал рынок насколько долго эти как бы конструкции из таких материалов живут лодок то практически не было соответственно были только сапы и вот сапы декатроновские посмотрела их используют в том числе и в прокатах то есть с очень большой нагрузкой соответственно в прокате никто особо там не переживает да что-то где-то бросают неквалифицированные пользователи загоняют их куда угодно зачастую и они начали словно говоря это один там к пяти годам точно один год за пять идет в таких вот условиях и вот как бы никаких значимых нареканий на эти сапы я когда не нашел поэтому это было то что меня еще успокаивало это что касается надежд на большой ресурс я просто вспоминаю свою лодку питерскую тритоновскую которая там у меня было 20 лет назад я помню на нее даже после первого года по моему писал на форум отзыв большой тогда еще формы только-только начинались и я помню что я в этом отзыве просто на конечно вызывало раздражение и я вообще не считал продуктом который можно можно было торговать то есть он не соответствовал этому а все нужно было что-то где-то доделывать крайне сложная была тогда сборка но во всяком случае для меня громадное количество немаркированных деталей абсолютно мамы там похоже то есть это был такой конструктор какой-то сибириский самолет с количеством деталей 2540 ну иронизирую но тем не менее это было неудобно сложно и когда мы первый раз ее привезли на сборку а мы ее собирали на городском пляже первый раз я помню собралось наверное человек 6 мужиков и мы начали они все старались конечно помочь понятное дело что в толпе тогда не легче собирать чем она будет тем не менее мы ее собирали 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 и в конце концов все-таки собрали буквально что-то там часа за а потом в определенный момент она просто перестала собираться из-за того что шкура ее села то есть вот она технологически конструктивно была мягко говоря не совершенно а глобально говорят просто ну такие вещи ну сейчас это не относится к современной продукции потому что я думаю что при том сколько там тоже лет 25 уже не вот идет не больше соответственно наверное они уже это не научились делать но так как раньше после тех впечатлений эти вид это манна небесная своей простоте и элементарно меня есть маленький ролик я записал как я его собираю вот те кто пользуются каркасниками да или даже гибридами это что-то другое это очень просто удобно и легко в общем то есть относится ли это все к ресурсу но это к ресурсу наверное больше уже не лодки а владельцы относятся потому что условно говоря если у вас лодка доставляет вам постоянно неудобства вам нужно что-то там думать как ее собрать где и сколько времени а у нас бывало такое что мы даже ночью ходили да и соответственно ночью нету времени собирать какие-то мелкие муфточки там искать а у этой лодки маленький фонарик там включил бросил значит коврик а на нем быстренько это лодки собрал все посветил по траве вроде никаких крупных деталей нет а мелких деталей там и не существует вообще соответственно все это запихнул в рюкзак родной и пошел как-то так то есть ну я считаю что даже это относится к ресурсу по поводу хранения меня спрашивали этих лодок ну вот как раз целью удлинения ресурса этого инструкции отражено их лучше хранить в разложенном виде в идеале даже слегка накачанными они у нас в теплое время будут хранятся накачанными просто завернутые чехол и стеклоткани все а как-то я хранил соответственно зиму полностью накачанными просто проверяем сколько держит они воздух держит я устал проверять то есть они так и не спустили вот такого точного манометра у меня как бы нету там есть какое-то микроотравление но когда вот насос я подключал как был стандартный давление так оно и оставалось если как будут силы дальше то мы их будем эксплуатировать соответственно надеюсь долго достаточно буду об этом когда дальше рассказывать по дефекту той камеры принципе декатлон закрыл это да там сделали подарок в виде этих комплектов для заклейки я их использовал у меня претензий нету декатлона в принципе эта камера она вообще глубоко вторичная и без их как бы этого даже подарка можно было при этом они мне меняли же те кайки по гарантии абсолютно спокойно первое время потом я понял что это просто ну на это больше тратишь время чем на простейшую эту заклейку вот это что касается восприятия ресурса ну соответственно никакие наружные вот эти вот панели а там которые там дека до подклеиваться ничего с ней не произошло ничего не произошло с насосом ничего не произошло с помпой и с дубкой то есть там никаких дефектов не возникло могу коснуться тех самых очков я тоже очень довольны тоже декатлонов с это видно на видео я в них ходил ну хорошие очки часто свешиваемся с лодку да потому что чтобы посмотреть до дна там очень здорово в них ну как и во всех поляризационных очках . только не очень любит туда смотреть потому что сразу видна глубина там и все там такое черное вот как то так в общем я надеюсь что технологическое совершенство то что декатлона нужно в принципе этим технологиями завоевывать рынок причем рынок совершенно не наш в общем для них основной является прежде всего европейский и азиатский да потому что они уже давно эти лодки поставляют в том числе и в кнр они там изготавливают если там живут поставлять причем поставки в кнр они начали гораздо позже чем поставки в европу а в европе декатлон но практически по всей европе они были вроде бы и в сша я потому что где-то видел там по канаде но насколько мне известно декатлон ушел из соединенных штатов не знаю если там эти лодки сейчас но для нас это конечно абсолютно не важно потому что ну в принципе там те же самые европейцы они достаточно щепетельное качество и эти лодки там они продаются нареканий пока я вот на форумах европейских по качеству этих лодок не встречал если касаться вопроса значит какие испытания были у этих лодок да ну кроме там волна каких-то потому что на воде то вообще сложно предположить на открытых на открытой акватории что этим лодкам что-то угрожает но спуск на воду да там перетаскивание там через лес перетаскивание через плотины то есть там хождение под мостами вот это все чревато и требует внимания и в принципе там конечно где-то на асфальт эту лодку бросишь это все может привести к каким-то деформациям но опять-таки у нас этого особо не было здорово нас было прибойной волной до соответственно возила по песку то есть я честно говоря там на ну на камни тоже выскакивали я осматриваю но да вот эту вот усиленную линию келя нет там ничего такого значимого то есть несмотря на то достаточно ощущается мягким да так на ощупь но видимо она при этом сохраняет достаточно высокую стойкость и имеет какой-то эффект скольжения то есть там прям камни вот не царапают просто по ним проскальзывает потому что иногда слышно скрежет еще что-то когда садишься либо на мель либо когда вылетаешь там на берег так тыкаешься в берег есть что-то но опять на носу на корме там такая резиновая мощная защита что она на себя все примет и никогда и не увидишь что там куда сил по поводу выбору выбрать тележки да я уже вот в предыдущем видео рассказывал то что мы таскали достаточно много иногда приходится таскать далеко очень часто чтобы добраться до нового к водоема нельзя добраться вот подъехать напрямую приходится вытаскивает значит из машины и еще достаточно долго до воды еще и спуски бывают не везде то есть нам что-то обходить там иногда через какой-то парк через какой-то лес эти лет что под шлагбаумом да соответственно эта дорога еще может быть таскать достаточно тяжело и хотелось тележку на которую можно было бы не только вот каяк в раздорожном виде тащить но еще и сам этот рюкзак на нее бросать потому что какая бы ни была у вас там байдарка если это там 15 с половиной где-то я взвешивал показывал вес весит но по-любому у вас еще будут что-то дополнительное палатка и спальник и еда и вода возможно какой-то хотя бы ее минимальное количество если вы с фильтрами идете то есть неизбежно наберется еще много груза и желательно саму байдар куда там с дополнительным грузом опустить на колеса и желательно чтобы эти колеса вместе с этой байдарка соответственно входили в электричку вот были достаточно широкими могли идти бы и по земле по грязи и по песку и по асфальту то есть к выбору тележки подошел достаточно серьезным выбор как бы есть но когда углубляешься в это по факту у меня получилось что всего есть на мировом рынке пару вариантов таких интересных один из которых целиком пластиковый с колесами вот как у выбранной там этот пластиковый делают тоже в юго-восточной азии но не в китае и она такая любопытная по дизайну но вот этот вот пластик я все-таки отмел по трем причинам первое значит ее приоритетное использование рядом с океаном или морем то есть там соль да как бы ну понятно пластик этого ничего не боится вот второе а это для нас не основной как бы регион второе это у нее меньше было грузоподъемность причем гораздо меньше чем у выбранной и меньшая ширина клея вот последнее на самом деле важно когда загружен каяк и еще на него возможно положим второе ну или когда вы идете по какой-то пересеченные местности да там по лесу с корнями тогда желательно чтобы вот клея была пошире и еще у нее очень вот этой пластиковой очень высокая стоимость оригинальные и даже там стоимость копии китайской тоже достаточно высокой вот поэтому я как бы не стал с ней возиться и я нашел в результате очень любопытную тележку весьма известной фирмы китайской seaflo у нее оказалось лучшее соотношение грузоподъемности и собственного веса там два варианта побольше и поменьше вот я выбрал больше на самом деле это совершенно не обязательно для этого кайка можно взять то что поменьше у нее колеса такого же диаметра и профиля но сам вот этот каркас чуть меньше и там опора у нее одна не две какой-то с двумя в принципе удобнее да там особо позиционировать не надо она всегда будет стоять как бы эту тележку очень легко под нее подгонять вот у выбранной тележки грузоподъемность до 90 килограмм то есть это вообще очень большой запас зачем такой запас до перевозимого веса ну в целом вероятно он не особо не нужен до года вот такая тяжелая даже если все это загрузить возможно столько не будет но как бы вот есть прыжки с бордюра есть там затаскивание на ступень да там на особенно сложно как то есть до 2 кайка везешь возможно когда транспортируют туда ребенок я спокойно сажаю у меня даже каяк соответственно может дочка младшая спокойно вывести с этой тележкой потому что ну разгружу разгружается очень все основательно вести очень легко вот поэтому выбрал пошире и побольше в собранном попробовал эксплуатировать до имеется ввиду собранный каяк в рюкзаке вроде это можно она как бы проходит в двери поезд может зайти но еще вот предстоит научиться быстро ее крепить так чтобы ничего никуда не съезжало потому что в принципе она все-таки у нее такого нету не прописано предназначение ну как то вот этот рюкзак достаточно большой на видео это все увидеть тележку в результате пил кстати вот в москве если кому интересно магазин заинтересует напишите комментарий отвечу что за магазин получилось чуть дороже чем на алиэкспрессе но с гарантией с доставкой быстро ну соответственно на следующий день было доставлено и все в коробках как видно это на видео все очень аккуратно вот то есть разница по стоимости небольшая на первую покупку они там даже 5 процентов всем дарит так а еще нужно учесть что это тележка несмотря на то что она китайская на ней есть брендирование это брендирование достаточно крупного японского продавца спортивных товаров тележка производилась для рынка японии японцы народ такой они качественным товаром привыкли и тележка сделана на хорошем уровне качестве тележки значит видно что у нее цель на ли ты и колеса колеса таким не сильно выраженным но все-таки он имеется протектором за там профилем колеса сами достаточно тонкие и очень легкие они снимаются легкосъемными то есть их можно и в багажник лодке класть на него как мы на воде с ними значит у колес нет подшипки ну за кого-то это будет недостатком для кого-то достоинство ну условно говоря конструкция простая вот амортизации нету но у нас кайки надувные им особо амортизации не нужна нужна ли амортизация жестким кайкам на этом или каким-то другим не берусь судить но однозначно широкий профиль такая большая опора большое пятно контакта дает уверенное хождение по влажной земле по песку да соответственно то есть здесь вообще никаких проблем не возникает в отличие от дутиков да при этом колеса литые конечно и без подшипников гораздо легче чем колеса с резиновыми покрышками до которые еще могут и неожиданно воздет спустить вам еще как этот насос нужен и проще в этом смысле что комплектации есть ремни да на них соответственно есть защита от повреждения кайка и в целом ремни и и карабины хорошего качества там все продумано на кайке саму тележку вот как показано нам и крепим на кормовой части с использования родных ремней то есть там ничего дополнительно покупать к этому не нужно и городить огород какой то есть просто заводить их под существующие на эти вити с боков широкие ленты обвязки ходить они не мешают да там фактически они даже за границей к практически не выглядывают баланс тоже они не нарушают все там как бы хорошо при этом здорово экономить в принципе можно не только силы экономить деньги да потому что все шлагбаумы чтобы поднять подъехать обычно нужно платить и за стоянку на таких территориях тоже еще нужно дополнительно платить ну и заканчивая значит с тележками да я что могу сказать мы вот попробовали нам пока нравится я не могу ее рекомендовать никому да не являясь продавцом да там или заинтересованными я могу только вернуться к рассказу там после следующего сезона и не показать как это все выглядит как это сделано чтобы вы сравнили либо с тем что уже имеете либо с тем что у нас на самом деле вот если посмотреть выкладку по запросу тележки для кайка основная часть продукты это очень дешевые по качеству реконструктиву изделия с универсальными колесами от тачек да там каких-то строительных и тому подобных вещей но при этом стоят гораздо вот часто да даже дороже чем выбранное то есть ну я бы рекомендовал по выбирать немножко посмотреть на детали прежде чем что-то приобретать по ножам значит ножик вообще я думаю что он у всех есть надо будет в будущем еще рассказать что кроме ножа хорошо на кайке иметь в чехле небольшую пилу потому что даже в условиях города на реках да там или между городами вот эти реки мы сталкивались с тем что бывают завалы и завалы часто очень сложно обойти потому что берега тоже отвесные да это доставляет неудобство наверное будет сделано об этом ролик потому что вот когда впервые столкнулись было неприятно в общем пила желательно чехле на дунном кайке она много места не займет но говоря значит о ножах но что вообще как бы универсальные средства на всякий случай нужен мы ходим с опинелями да это известная французская фирма она тоже с 19 пол века вообще у французов у них очень много фирм которые семейные да там ну вот тот же самый леруа мерлен да там декатлон леруа мерлен ашан да это все одна семья французская ей принадлежит хотя это условно говоря история 20 века и 21 а вообще фирмы французские создавались гораздо раньше сейчас вот точно не помню но по-моему карте это какой-то 1600 какой-то год там если если не раньше на тот же самый производитель стекол сент-габан это тоже какой-то 1600 год peugeot это 1810 год то есть у них вот это вот семейные фирмы семейное производство часто да даже не часто на практически всегда формируют отношение к продукту и к своему покупателю то есть нельзя выпускать что-то уж прям некачественное иначе твои продукты не будут покупаться и не будут как бы пользоваться доверием вот апинель насколько я помню это самый популярный в мире складной нож у них достаточно большая гамма такой уникальный достаточно механизм фиксации лезвия в открытом и закрытом положении что позволяет значит быть уверенным что она у вас неожиданно сложится ну как у того же самого вот этого там швейцарского до ножа который тоже популярен тоже неплохой но он такой более как бы вот апинель условно говоря это такой рабочий нож это повседневный нож наверное и гораздо более простой даже конструктивно но в некую зачастую более совершенный вот есть апинель у меня был восьмой номер до всегда и с этим ножиком как бы ходили да потому что там удобен вот в эти неопреновые шорты хорошо убирается место не занимает но для каякинга в москве приобрели по очень я считаю хорошей тоже стоимости пару новых почему там ну во-первых синтетическая ручка да то есть в принципе воды не боится наличие стропореза то есть такая вот прям тема для каякинга и огниво да то есть еще и на всякий случай можно значит в тяжелой ситуации без спичек зажигалки и прочего развести огонь то есть это здорово и четвертое да у него есть свисток то есть можно как бы друг друга предупреждать о каких-то ситуациях находить там друг друга где-то в протоках то там если в заросле заболелись и соответственно можно и свистеть в тумане и предупреждать кого-то ну конечно вряд ли кто-то на моторке услышать хотя свисток 130 децибел передать звук это сложно но это очень громкий звук а вот в лесу можно тоже использует соответственно как сигнализацию да свисток не лишним нож правильно называется пенель explorer номер 12 мы купили что-то в районе 2600 рублей сколько сейчас стоит не знаю но для мониторинга вот могу написать просто место покупки пока пожалуй все да тем на самом деле еще очень многое если что-то вас интересует пишите в комментариях ну конечно я отвечу и может быть это даст еще импульс для создания нового ролика хотя я думаю что достаточно много не рассказано и об этих лодках да и эксплуатации соответственно всем отличного здоровья и хорошего настроения спасибо что смотрите до свидания что Девушки отдыхают.